Как по велению волшебной палочки на один вечер, большое фойе Центра Молодежного Творчества превратилось в красочную средневековую гостиную. У нарядной ели с особым трепетом дожидались с начала мероприятия десятиклассники. Для них это первый балл. События волнительные и очень ответственные. А потому и образы самые разные. От ярких тонов в стиле русских императриц до нежных и утонченных вариаций пушкинской Татьяны Лариной. Ожидания были примерно такие же, потому что я знаю, как это все проходит, не первый раз. Ну, что-то волнительное, конечно. Тем более первый раз со всеми детьми десятых классов. Что-то такое неописуемое. Лицейский балл уже на протяжении многих лет является особой традицией учреждения. Каждый раз это мероприятие завершает летопись ярких страниц года уходящего и открывает новое, не менее красочное и запоминающееся. В целом, жизнь областного лицея имени Машерова – это отдельный мир, где есть место и грамотно построенному образовательному процессу, и серьезной воспитательной работе. Я уверен не на сто, а на тысячу процентов, что все, что делается в этом замечательном учреждении, будет со знаком превосходно. И в первую очередь я поздравляю вас, милые дети, что вы попали в это учреждение, что вы доказали, что вы достойны учиться в нем. Я выражаю надежду и уверенность, обращаясь к педагогам, что вы, то реноме, которое сегодня имеет наш лицей, не просто утвердите, но укрепите. Я обращаюсь, уважаемые родители, к вам. Только вместе мы сможем достичь новых высот. Областной лицей имени Машерова уже не один год держит планку одного из сильнейших учебных заведений города и региона. На конкурсной основе для получения профильного обучения в лицей приходят десятки юношей и девушек, которые своим старанием и успехами формируют положительный имидж учреждения на республиканской образовательной Ниве. Грамотные руководители, талантливые педагоги и инициативные учащиеся – вот залог успеха лицея именинника. Сегодня нашим детям есть, к чему стремиться, есть каких высот достигать. Я бы хотел пожелать больших успехов, прежде всего, ребятам, которые учатся в этом учреждении. Ну а мы, руководство Брестского городского исполнительного комитета, зная о том, что есть такой банк данных одаренных детей, безусловно, всегда и на всех этапах будем обращать внимание на них, для того, чтобы в будущем к руководству страны пришли действительно красивые, достойные, умные ребята. Можно сказать, это парад лицейских планет, вращающихся в нашей галактике. Для вновь поступивших учащихся – это своего рода посвящение в лицеисты, возможность показать свои таланты. Для тех, кто последний год обучается в лицее, желание передать лицейские традиции более молодому поколению, оставить яркие страницы в летописи лицея. Лицейский балл закружил на одной сцене самые красивые пары. В ритме полонеза, мазурки, вальса юноши и девушки старались передать особое торжественное настроение. Звучала музыка, медленная, мелодичная, сменялась одно за другим движение, утонченное, грациозное. Лицейский праздник объединил на одной сцене разные стили и направления, разные исторические эпохи и традиции. Здесь было место и народному слову, и белорусской песне, и средневековой культуре проведения балов и вечерних гостиных. В каждом номере ребята постарались показать все лучшее, что они приобрели здесь, в стенах лицея. Годы, проведенные в учреждении, останутся в памяти этих юношей и девушек приятными воспоминаниями, самым ярким из которых станет торжественный праздничный бал.